Мы давно искали саундбар для замены стереоколонок с усилителем в гостиной. Варианты от именитых брендов, Pioneer и Yamaha, нас не устраивали своим пластмассовым плоским звуком, а у вариантов от Harman Kardon, Citation, нет возможности проводного подключения. Случайно наткнулись на китайского производителя Hi-Fi аппаратуры KAV, и оказалось, что они производят саундбары из MDF, и их можно найти с доставкой из России. Мы решили рискнуть, и не прогадали. Задача была, заменить напольные стереоколонки BBK-180VT на 8 Ом каждая и ресивер Sony-125VT на каждый канал в стереорежиме, так как данная мощность избыточна даже для нашей новой гостиной, 20 метров 2, и мы никогда не включали данную аппаратуру на максимум. В итоге жене надоело протирать это нагромождение техники, да и по цевету колонки не вписываются в новую гостиную, и мы стали искать аппаратуру на замену. У нас есть колонка Harman Kardon Invoke, и она хоть и устраивает громкостью и качеством звука, но у нее нет возможности проводного подключения. Поэтому мы и не стали рассматривать ХК Citation 500 и 300, так как их тоже надо подключать по беспроводу. Также ранее мы покупали саундбары от Pioneer и Yamaha, но даже в режимах саунд качество звучания было удручающим, на уровне колонок из светофора, просто погромче и без помех. Звук был плоско-пластмассовым, и каждый их этих саундбаров был продан на Авито менее чем через неделю использования. И вот мы заприметили саундбары от Kaff и решили заказать один, тем более удалось купить его примерно за половину обычной цены. Я нашел данный саундбар на Озон, там его и купил всего за 10 642 рубля с Озон-картой, но к сожалению, больше их в наличии нет. На Алиэкспрессе, с текущим ослаблением рубля, данная модель, TM1100, перевалила в стоимости за 20 000 рублей, старшая модель, TM1200, вообще пропала из продажи. Ссылку я оставил на продавца на Али, у которого есть такие саундбары в наличии. Саундбар приходит в большой тяжелой коробке, более 120 сантиметров длиной. На коробке написаны размеры коробки и вес нето и бруто. А внутри коробки еще одна коробка. Внутри коробки большое количество пенопласта. Под пенопластом, саундбар и аксессуары. Младшие модели выпускаются в черном цвете, или штоповая модель TM1200 и идет в коричневом цвете. Саундбар в полиэтиленовом мешке, все остальное запаяно в отдельный пакет. Размеры саундбара 1105 на 188-10125 мм, вес 9,5 кг. В отдельном пакете лежали, пульт ДУ, инструкция на русском языке, кабель RCA и RCA, кабель 3, 5 RCA, оптический кабель SPDIF, пульт напоминает пульты от саундбаров Ямаха. Работает от двух батареек ААА, саундбар черного цвета, корпус выполнен из МДФ, на верхней и боковых поверхностях ничего нет, просто ровная поверхность, вилка европейского образца, без заземления. После отключения электричества, все настройки сохраняются, громкость, эквалайзер и последний вход. На передней панели находятся индикаторы, инфракрасный приемник, кнопки управления и динамики скрытые сетками из акустической ткани. Кнопками на передней панели можно отрегулировать звук, выбрать вход, и перевести в режим Standby. С каждой стороны саундбара, под грилями, расположены по трём трёхдюймовых среднечастотных динамика и по одному высокочастотнику. На днище, кроме шесть антивибрационных ножек, расположены два сабвуфера и отверстия фазоинвертора. Сзади расположены разъемы для подключения, оптический RCAO, коаксиальный, и неизвестно для чего расположенный здесь разъем РЭДИ, для чего он, даже в инструкции, не написано. Также сзади расположен несъемный провод питания. Также сзади есть наклейка с информацией о саундбаре. При подключении в розетку загорается индикатор Standby. Устройство включается сразу с громкостью 30, что достаточно громко. Дисплей на сегментных индикаторах, красновато-оранжевого цвета, выглядит, конечно, немного по-китайски, но не вырвиглазно. Попереключаем входы кнопкой Input. N1 – оптический вход. N2 – коаксиальный вход. N3 – RCAO. N4 – Bluetooth. Подключаемся по Bluetooth, включаем режим эквалайзера Music и включаем режим Sound. Громкость по Bluetooth приходится прибавлять больше, чем при подключении по проводным каналам. Устройство определяется как Кафодио в списке аудиоустройств. Подключаем к телевизору через коаксиальный вход. Индикаторы показывают режим входа, режим звука, эквалайзер и включенный саунд. В центре будет отображаться громкость. Ширина большая, подойдет не к каждой тумбе, пока разместили так. Колонки не убираю, будем прямо так выставлять на продажу. В таком положении отверстие фазоинвертора смотрит не в упор в тумбу, и то, в некоторых композициях может бубнить бас. Хотя сильно большой разницы при установке на пол я не заметил. Громкость сабвуфера и громкость средних верхних частот регулируются отдельно. Если бас покажется вам слишком громким, используйте для убавления кнопки на пульте SV-часть. В саундбере есть четыре предустановленных эквалайзера – TV, Movie, Music и Night. У TV выражены высокие и средние частоты, Movie – сбалансированный звук, Music – выражены басы, Night – приглушение звука. Режим саунд добавляет объемности звука любому из пресетов эквалайзера. Для себя я выбрал Movie Round, даже для прослушивания музыки, так наиболее проработана звуковая сцена без сваливания в кашу и бубнижа. Нажатием кнопки дисплея можно выключить практически всю индикацию на дисплее. Выводы, для меня этот саундбер был откровением, так как я уже разочаровался в этом классе устройств, за исключением продукции Harmon Cardone, а тут за вполне бюджетную цену мы получаем адекватное качество звука. Если вам по душе минимализм и отсутствие нагромождения электроники в гостиной, это ваш выбор. Если вам важнее качество звука, используйте, как и раньше, связку колонки-усилитель, качество скорее всего там будет лучше. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok